Привет, друзья! Привет, подписчики канала Инсен Студия! Сегодня у меня на столе новый студийный альбом Lana Del Rey Lost for Life. Получается, это уже четвёртая пластинка от американской певицы. И сегодня я хочу с вами ею поделиться, распакую, посмотрим буклет и оценим внешний вид альбома. Помимо нового творения, у меня на столе есть предыдущая работа Lana Del Rey Honeymoon в медовый месяц. Посмотреть мою распаковку и обзор на этот диск вы можете, пройдя по ссылке, которую я оставлю в описании под этим видео. Ну а мне уже не терпится распечатать. Поехали! Сегодня перед нами московская версия альбома Lana Del Rey Lost for Life, потому что в украиноязычной версии присутствует голографическая наклейка лицензированная, а в московской версии её нету, поэтому она именно оттуда. Ну как бы вариантов немного, потому что этот диск мне обошёлся в 3 евро, но может чуть больше. Если бы он был из Европы, то цена варьировалась бы от 15 до 20 евро. А так как он стоит 3 евро, и он не из Украины, значит он из страны ближнего зарубежья. С передней стороны обложка выглядит следующим образом. Lana Del Rey на фоне какого-то пикапа. Также сертификация, что этот альбом содержит ненормативную лексику. Лана Del Rey и название студийного альбома. На обратной стороне у нас также Лана Del Rey, но уже на фоне большого грузовика. Также серийные надписи и перечень песен, которые содержатся на этой пластинке. Сюда вошло 13 композиций, а релиз альбома состоялся 21 июля 2017 года. Давайте распакуем. Заводская упаковка снимается очень легко. На торце мы с вами видим Лана Del Rey, название альбома Last for Life, а также серийные циферки. На другой стороне то же самое. В Киеве я видел два варианта этого альбома, и вот в чем отличие. Один вариант в цвет обложки сделана вот эта панелька, а в другом варианте она черного цвета. Открываем коробочку, и у нас красный диск. Вот так выглядит диск, на нем записано 13 песен. Здесь свободное пространство, Лана его никак не задействовала. Ну а теперь, пожалуй, самое классное и самое интересное то, ради чего и покупаю диски ради буклета. Что же в буклете и как он выглядит. Открываем, здесь у нас приветствие и также текст первой песни. Это был у нас первый сингл Love. Фотография ромашек или тюльпанчиков. Тут у нас какая-то заправка. Лана Del Rey очень любит всякие фотографии и тему, связанную с автомобилями. Тут у нас снова ромашки и крыша, которую мы можем видеть с вами здесь, с отдаленного ракурса. Переворачиваем страничку. Здесь у нас фотография с обложки песни Колончелло. Здесь у нас перечень тех людей, которые были задействованы для создания той или иной песни на альбоме. И последняя страничка, также продолжение и фотография с заправочкой. Ну и на этой стороне у нас также перечень песен. И Лана Del Rey такая же, какая здесь. Вот так выглядят оба диска. Honeymoon у меня украиноязычная версия. Об этом свидетельствуют надписи по всему периметру обложки. А также вот такой дизайн у самих компакт-дисков. Для меня Lost for Life на уровне с Honeymoon, а в некоторых вещах даже лучше. К примеру, оформление диска мне больше нравится у нового альбома. Ну конечно, звучание и музыка мне больше нравится в Honeymoon. Но Lost for Life тоже неплохой и некоторые трики я слушаю до сих пор. Если вам нравятся мои распаковки и обзоры на физические носители, поддержите этот обзор пальцем вверх. Так я пойму, что вам нравится такой формат видео и подготовлю что-нибудь новенькое на следующий выпуск. Недавно вышел альбом Katy Perry, Miley Cyrus, а скоро выпустит Taylor Swift. Так что у нас очень много тем для обсуждений. С вами на протяжении этого видео, помимо прекрасной Ланы Del Rey, был я, Воба Гура. Увидимся с вами уже совсем скоро в новых видео. До скорых встреч и пока-пока.